Здравствуйте, меня зовут Ольга и сегодня мы поговорим об изолирующих механизмах и видообразовании. Популяции представлены группами особей, которые изолированы друг от друга по тем или иным причинам. Эти особи относятся к одному виду до тех пор, пока могут скрещиваться. Если же скрещивание невозможно, тогда образуются новые виды. Изоляция свободного скрещивания организмов называется репродуктивная изоляция. Существуют некоторые изолирующие механизмы. Это предзиготические и постзиготические. Предзиготические механизмы заключаются в том, что препятствуют процессу оплодотворения особей, процессу образования зиготы. А постзиготические действуют уже после процесса оплодотворения, но снижают жизнеспособность гибридов и возможность их размножения. Причиной предзиготических изолирующих механизмов может быть экологическая изоляция, когда особи занимают одну территорию, один ареал, но разные экологические ниши. Например, конек лесной, обитающий в лесу, и конек луговой, занимающий луга. Следующая причина – это временная изоляция. В результате временной изоляции особи не способны скрещиваться, так как у них различаются периоды размножения. Например, земноводные, обитающие вместе, никак не скрещиваются из-за того, что различаются их периоды размножения. Следующая причина – это этологическая или поведенческая изоляция заключается в разном поведении особей в брачный период. Ярким примером служат светлячки. Светлячки, а их разные виды точнее, подают разные сигналы для привлечения партнера и, соответственно, не привлекают друг друга. И механическая изоляция заключается в разном строении половых органов. Например, цветковые растения, имеющие разное строение пестиков и тычинок, привлекают разных насекомых опылителей. Постзиготические изолирующие механизмы могут заключаться в гибели гомет, если организм самки не воспринимает сперматозоиды и уничтожает их как чужеродные тела. Также гибель зигот в результате несовпадения геномов родительских особей. Неполноценность гибридов, если образующиеся гибриды менее приспособлены к условиям окружающей среды, чем родители. И стерильность гибридов, то есть невозможность их размножения. В результате изоляции накапливаются гены у разных особей и это ведет к образованию новых видов. Образование новых видов внутри одной популяции это микроэволюция. Микроэволюция делится на филитическую эволюцию, это постепенные изменения, когда вид А превращается в вид В. И видообразование, то есть расщепление исходного вида на два и более новых видов организмов. Стадии видообразования. Первое это возникновение репродуктивной изоляции. Дальше в ходе естественного отбора эта изоляция закрепляется. Часто причинами репродуктивной изоляции могут служить также географические объекты, например, ледники, горы, озера или реки. Это приводит к расхождению признаков и свойств, то есть к дивергенции. Формы видообразования подразделяются на аллопатрическое или географическое и симпатрическое видообразование или экологическое. Разберем подробнее аллопатрическое видообразование. Если территория поделена на два участка в результате, как мы уже сказали, какого-то естественного барьера, в данном случае реки. На этих участках, как правило, формируются разные условия среды обитания. И особям приходится приспосабливаться к этим условиям среды. В результате накапливают различные генотипы и фенотипы, что приводит к образованию разных видов. Симпатрическое видообразование. Это образование одного вида на исходном ареале, на исходной территории. Симпатрическое видообразование может быть экологическим и внезапным. Экологическое видообразование на примере синицы. Синица за счет пищевой специализации образовала различные виды новых синиц. Одни питаются насекомыми в коре деревьев, другие семенами хвойных, другие личинками, бабочками и другими. Внезапное же видообразование возникает в результате хромосомных мутаций, полиплоидии и гибридизации. Например, роза, которая имеет 28 хромосом, образовалась в результате полиплоидии, то есть кратного увеличения хромосом, ее предка с 14 хромосомами. На этом все. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке.